Глава двадцать первая, в которой адмирал Кусаки сам помогает Врунгелю выпутаться из весьма затруднительного положения. Дня три мы гостили в Юконе. Сами отдохнули, дали животным отдохнуть. Нам, как гостям, предоставили полную свободу. Только взяли подписку, что мы никуда из дома отлучаться не будем. И для верности двух детективов поставили у крыльца. Ну, а потом запрягли мы свои нарты и тронулись в путь. Юкон пролетели стрелой, выбрались в Берингов пролив и взяли курс прямо на Чукотку. До острова Лаврентия хорошо проехали, а тут получилась задержка. Поднялся шторм, взломала льдины, и мы перед трещиной застряли, как на мели. Разбили ледовый лагерь под Таросом. Ждем, когда льды сойдут. Так бы оно ничего. Торопиться нам особенно некуда. И с питанием благополучно. По дороге мы запаслись пеммиканом, рыбой, морожеными рябчиками. Ну, опять же, и от коровы молочко. Словом, с голоду не погибли бы. А вот с холодом туго пришлось. Сидим, прижались друг к другу, дрожим. Особенно Фукс страдал. Борода у него обмерзла. Вся в сосульках. Хноет парень, жалуется. Лом тоже держится из последних сил. Ну, я вижу, надо что-то придумывать. Сижу, размышляю о различных способах отопления. Дрова, уголь, керосин. Это все нам не подходит. Ну, вспомнил. Как-то я был в цирке. Там один гипнотизер пристальным взглядом воду кипятил. Вот бы, думаю, мне так. Воля у меня могучая, железная воля. Почему не попробовать? Уставился на льдину. Не кипит. Не тает даже. Ну, я понял, что все это ерунда. Обман. Просто цирковой номер. Ловкость рук. Или, проще сказать, фокус. И только это слово вспомнил, блестящая идея зародилась в извилинах моего мозга. Я схватил топор, выбрал подходящую глыбу льда, разметил, обработал соответствующим образом и возвращаюсь к нашему лагерю. А ну-ка, товарищи, помогите мне установить фокус. Лом поднялся, ворчит. Фокус. Удивляюсь я на вас, Христофор Бонифатьевич. Тут впору в сосульку обратиться, а вы еще фокусами развлекаетесь. Фукс тоже ропщит. Фокусы-покусы. В Красном море я в одних трусиках купался, и то было жарко. А тут три пары надел. Все равно никак не согреюсь. Вот это фокус так фокус. Ну, я прикрикнул на них. Отставить неуместные разговоры. Слушать команду. Поднять эту ледышку. Так держать. Пять градусов влево. Еще левее. И вот, знаете, подняли творение моих рук Огромную ледяную линзу. Навели пучок лучей на лед. Глядим, так и буравит, как в редьку. Только пар свистит. Навели на чайник. Мгновенно закипел. Даже крышка взлетела. Вот таким образом и холод одолели. Живем. Привыкать стали. Обжились так, Что и уезжать не хотелось. Волка пеммиканом кормим, Корову сеном. Сами тоже сыты, не голодаем. А тут и льды сошлись. Запрягли мы своих рысаков в последний раз И помчались прямым курсом на Петропавловск. Прибыли, высадились. Представились местным властям. Ну, должен сказать, Приняли нас великолепно. Тут, знаете, за нашим походом Следили по газетам. Последнее время беспокоились. И когда я рассказал, кто мы, Нас, как родных, обласкали. Кормят, ухаживают, По гостям водят. Корову мы расковали, Сдали в колхоз по акту. Волчонка ребятам в школу подарили Для живого уголка. Да что рассказывать! Век бы там гостить, Так и то мало. Но тут, знаете, весна подошла, Сломала льды, И мы затасковали по морю. Как утро на берег, Когда на охоту моржей пострелять, А то и просто так Посмотреть на океан. И вот однажды выходим Все втроем, прогуливаемся. Фукс на сопку полез. Вдруг слышу, кричит страшным голосом «Христофор Бонифахевич! Беда!» Я думал, что случилось. Или там камнем ногу придавило, Или медведя встретил, Мало ли что! Бросился на помощь. Лом тоже полез, А Фукс все кричит «Беда! Беда!» Взобрались мы к нему, И, представьте, Действительно видим. Идет беда Под всеми парусами. Ну, бросились в город, А там уже готовятся к встрече. Мы на пристань, Нас пропустили ничего, Однако смотрят уже Несколько недоверчиво. Я ничего не понимаю. Как же так, черт возьми? Ведь на моих глазах Беда пошла ко дну. Да что глаза! Глаза и обмануть могут! Но ведь есть соответствующая запись В вахтенном журнале. А ведь это как-никак документ, Бумага. И Фукс свидетель. А выходит так, Что я дезертировал, что ли, Судно в минуту опасности. Ну, думаю, Подойдут поближе, Разберемся. А подошла яхта, И вовсе стало непонятно. Смотрю, За рулем стоит лом. Тут же рядом Фукс, Шкотовым. А у мачты Я И командую подходом. Да такого, думаю, Не может быть. Может быть, Это не я? Пригляделся. Нет. Я. Тогда на берегу не я? Пощупал живот. Нет. И на берегу вроде я. Что же это, думаю, Раздвоение личности, что ли? Да нет. Ерунда все это. Просто сон мне приснился. Лом, говорю. Ну-ка, Ущипните меня. А лом тоже сам не свой. Однако, знаете, Ущипнул, Постарался так, Что я не сдержался, Вскрикнул даже. Тут внимание собравшихся Обратилось на меня, На лома, На Фукса. Обступили нас. Ну, говорят, капитан, Может быть, Вы объясните Создавшееся положение? А беда, между тем, Подходит по всем правилам. Вот, знаете, Кранцы выложили, Дали выброску, Пристают. Вот этот двойник мой Раскланивается, Берет под козырек, Разрешите, Говорит, Представится, Капитан дальнего плавания Вронгель с командой, Заканчивая Кругосветный спортивный поход, Прибыл в порт Петропавловск-Камчатский. Публика на пристани Кричит «Ура!» А я, знаете, Так ничего и не понимаю. Нужно вам сказать, Что я ни в какую чертовщину Не верю, Но тут пришлось Призадуматься. А как же, понимаете, Стоит передо мной Живое привидение И разговаривает Самым нахальным образом. А главное, Я в дурацком положении, Вроде этакого Мистификатора Или самозванца. Ну, ладно, думаю, Поглядим, Что дальше будет. И вот, знаете, Сходят они на берег. Я стремлюсь Выяснить положение, Пробираюсь к ним, Но меня оттирают И слышу, Тому Врунгелю Рассказывают, Что тут есть Уже один Врунгель С командой. Он остановился, Осмотрелся кругом И вдруг заявляет, Ерунда! Не может быть Никакого Врунгеля! Я его сам потопил В Тихом океане! Я, как услышал, Так сразу Все понял. Вижу, понимаете, Старый приятель, Мечтатель-адмирал, Господин Хамура-Кусаки Под меня работает. Ну, Пробился я Со своей командой, Подхожу Вплотную к нему. Здравствуйте, Говорю, Адмирал, Как доехали? Он растерялся, Молчит. А тут лом подступил, Да как размахнется! И лома номер два Одним богатырским ударом Поверг наземь. Тот упал, И, глядим, У него вместо ног Ходули торчат Из брюк. Тут Фукс осмелел, Подлетел к Фуксу Номер два, Вцепился ему В бороду И оторвал разом. Лома-то с Фуксом Хорошо, У одного рост, У другого Борода, А у меня Никаких характерных Признаков. Чем же, думаю, Мне-то своего Двойника донять? И вот пока думал, Он сам придумал Лучше меня. Видит дело дрянь, Достает кортик, Хватает двумя руками Раз-раз! И распорол Живот накрест. Харакири! Самый Самурайский Аттракцион! Я даже Зажмурился. Не могу я, Молодой человек, На такие вещи Хладнокровно Смотреть. Так с закрытыми Глазами И стою, Жду. Вдруг слышу, Народ на берегу Тихонько Посмеивается, Потом Погромче, А там И хохот Пошел. Тогда я Открыл глаза И опять Ничего не понимаю. Тепло, Солнце светит, И небо чистое, А откуда-то Вроде Снег идет. Ну, Пригляделся, Вижу, Двойник мой Заметно похудел, Однако Жив, А на животе У него Зияет Огромная Рана, И из нее Пух летит По всему берегу. Ну, Тут, знаете, Кортик у него Отобрали, Взяли под белые руки Довольно Вежливо И повели, И команду Его повели. А мы Не успели Опомниться, Смотрим, Качают нас. Ну, Покачали, Успокоились, Выяснили отношения, Потом пошли Яхту осматривать. Я вижу, Не моя яхта, Однако Очень похожа. Не обошел бы я На своей весь мир, Сам мог бы перепутать. Да, Ну, Заприходовали Эту посудину Как полагается, А на другой день И пароход Пришел. Распрощались Мы. Потом Я с Фуксом Уехал, И вот, Видите, До сих пор Жив, Здоров И молод Душой. Фукс Исправился, Поступил На кинофабрику Злодеев играть, У него Внешность Для этого Подходящая, А лом Там остался, Командовать Этой яхтой. Вскоре Я от него Письмо Получил, Писал он, Что ничего, Справляется, И яхта Неплохо Ходит. Конечно, Это беда Не беда. Ну, Да это не беда. Все-таки Плавает. Да. Вот так-то, Молодой человек, А вы говорите, Что я Не плавал. Я, Батенька мой, Плавал. Да еще Как плавал. Вот знаете, Стар стал, Память Слабеет. А то бы Я вам Рассказал, Как я Плавал. Рассказал. Продолжение следует...